Приветствую всех, друзья! С вами Рушан Валеев, ваш персональный риэлтор в Черногории. В ситуации с антивирусным карантином, введенном практически во всех странах, всех волнует один вопрос – что дальше? Как будем жить после коронавируса? Я с 2011 года работаю с недвижимостью на Приморье Черногории, поэтому предлагаю вам поговорить о текущей ситуации на рынке недвижимости этой приморской страны. Ждать ли изменений цен и в какую сторону? Стоит ли покупателю ждать, что через полтора месяца за те же деньги он получит больше? Какие предложения именно сейчас заслуживают вашего внимания? Своебразным новогодним подарком в 2020 году стала информация из Китая о распространении непонятной и страшной заразы. Потом волна эпидемии стала быстро распространяться по другим странам. 15 марта границ закрыла и Черногория. Как посмотришь новостные каналы, так в Черногории карантинные меры были не самые жестокие. Были уже разрешены передвижения по улице в дневное время, что облечило ситуацию в психологическом плане. Пик заболеваемости в Черногории пройден, и на сегодня остается всего 82 заболевших. С 4 мая планируется открытие практически всех магазинов. А с 18 мая кафе и ресторанов. Международние сообщения. С июня должны начать работу туристические объекты. С 20 июня обещают открыть паромное сообщение с Италией. Конечно, агентства недвижимости не прекратили работу. Завершаются начатые сделки. Продолжаем общаться с заинтересованными покупателями. Показы в видеоформате. Готовим будущие сделки. Нотариусы продолжают работать в дежурном режиме, поэтому есть возможность организовать сделки на удаленке по доверенности. Особенность в Черногории в том, что здесь рынок представлен не столько местными покупателями. Самый большой пласт покупателей – это иностранцы. Среди них и сербы, и испанцы, и боснийцы, и россияне, и другие страны бывшего СССР. Несмотря на ослабление валют некоторых стран по отношению к евро, люди все равно продолжают рассматривать Черногорию как инвестиционно привлекательную страну. Массовых отказов не видно. Скорее, люди ищут более бюджетные варианты. Однако в настроении продавцов заметных изменений тоже нет. Пока мало времени прошло. Для рынка недвижимости 2-3 месяца незначительно. Это более инерционный рынок. Безусловно, влиять на цены будет продолжительность карантина и после кризисного восстановления экономической активности. Есть и другие факторы, которые могут серьезно повлиять на рынок недвижимости в Черногории. Я постарался их сгруппировать. Сначала скажем о причинах, которые могут повлиять на снижение цен. Снижение спроса. Это первое. Банально. Кризис, страхи, ломаются привычные экономические цепочки, непонятные источники заработка, как планировать будущее. Немаловажен эмоциональный настрой отдельных продавцов. Когда кругом вещают о всеобщей катастрофе, обвале рынков, кто-то наверняка захочет избавиться от сомнительных, в кавычках, активов, хоть за какие деньги. Мы обязательно увидим индивидуальные горячие предложения. Резкое падение туристического потока в Черногорию. Туризм – это основа всей экономики страны и благосостояние конкретных людей. На иностранных туристах строятся все модели получения доходов от черногорской недвижимости. Всемирная туристическая организация прогнозирует, что в 2020 году число туристов по всему миру снизится на треть – с 1,4 до 1 млрд человек. А Организация экономического сотрудничества и развития ОСР исходит из того, что количество туристов в мире в этом году может сократиться на 40-70%. Жесткие границы между государствами и тотальный контроль за перемещениями уменьшит въездный туризм и, соответственно, спрос. Немаловажно и то, что снижение ВВП происходит в большинстве стран. Это что называется о уменьшении цены. А вот причины для стабилизации цен. Первая основная – это проблемы со стройматериалами и персоналом на новостройках. Строительство в Черногории не останавливалось, но при ограничении международной торговли в сегодняшних условиях обострилась конкурентная борьба за стройщиков как за строительные материалы, так и за рабочую силу. Часть иностранных рабочих вернулись домой на карантин. Себестоимость строительства в условиях карантина выросла. Темпы самого строительства упали. Значит, новых предложений у новостройки будет меньше. А при увеличении себестоимости строительства хорошо бы сохранить цены и не уменьшать. Далее. При отсутствии долговых обязательств перед банками и отсутствии вынужденных продаж по низким ценам застройщики-девелоперы предпочтут выждать, а не демпинговать. Увеличение ликвидности на рынке по различным программам, поддержке экономики наполнит все эти экономики кэшем, то есть деньгами. А это, в свою очередь, будет удорожать ценность активов. То есть больше денег, выше инфляция, соответственно, будут как минимум те же, а может быть и выше ценники на объектах. Затем остается надежда на отложенный спрос. Те люди, которые интересовались покупкой до карантина, а также во время него, поедут и сюда после открытия границ. И хочется верить, поддержат цены недвижимости в краткосрочной перспективе. Далее есть такой момент, как переориентация из других привычных до этого стран после открытия границ. То есть та же Испания, Италия, Португалия, скорее всего, откроются в самый последний момент, и поэтому их курорты останутся невостребованными. Те же отдыхающие, будем надеяться, поедут все-таки в Черногорию. При всех разговорах о коронавирусе и его пагубном влиянии на мировую экономику, давайте вспомним, что кризис в экономике уже назревал. Его ждали давно. Прогнозы на 2020-й звучали с середины 2019 года. И на моей странице было несколько постов об аналитике в сторону увеличения инвестиций именно в недвижимость, как вберегательный инструмент в эпоху потрясений. Коронавирус лишь подтолкнул готовый процесс. Поэтому многое сказано, это не скороспелые выводы на потреб момента. Эти тенденции назревали не один год. И в связи с этим, буквально выкристаллизовывается, перспективными видами недвижимости видится мне следующее. Это жилая доходная недвижимость, офисная в виде каворкинга или калибинга, торговый ритейл, логистическая недвижимость. То есть это склады, погрузочные площадки, логистические центры. Давайте более подробно о трендах недвижимости Черногории. В связи с вышеизложенным. Начнем с того, что по статистике при Анру, более 52% людей, покупающих недвижимость за рубежом, делают это с целью переезда. Значит, возрастет спрос на увеличение размеров квартир, спрос на дома. Сами понимаете, когда люди приезжают постоянно, а не на две недели только на отдых, а требования к жилью совершенно другие. То есть это на постоянное проживание. Эту тенденцию поддержит развитие удаленной работы. Ведь квартира будет и домом, и офисом. Кстати, некоторые компании смогут поддержать стремление своих сотрудников в переезде к морю. Работа на удаленке не знает границ. Конечно, сохранится интерес к даче на море, как и раньше. Вырастет спрос на дома престарелых, дома санаторного типа. Остаются на пике отели, на пике спроса. Спортивные центры. Сильно уменьшится спрос на классические офисы. Скорее всего, их будут перепрофилировать в ритейл, либо в складские, в зависимости от того, где они находятся. Офисы ждет также изменение форматов. Будут больше востребованы различные варианты каворкинга. То есть офис на час. Это гораздо выгоднее вместо содержания своего постоянного офиса. И как логическое продолжение этой идеи, будут развиваться каливинги в разных сегментах. Особенно интересно для переезжающих бизнесов или стартапов. Здесь можно совместить офис, служебное жилье, рабочую и столовую. И сменится спрос на коммерческую недвижимость. Скорее востребован продуктовый ритейл и логическая недвижимость. В отличие от других видов. Уменьшение наличных денег. Оплата сделок по недвижимости будет происходить только без налога. Банковскими переводами. Соответственно усилится роль банков. Соответственно усилится важность подтверждения легальности полученных доходов. Контроль осуществляется на уровне банков и агентствам по контролю над отмыванием средств. Налицо тренд на глобальное страхование. Практически от всех видов страховки. От всех видов рисков. Клиент будет больше доверять профессионалам. Люди привыкли к хорошему сервису в своих странах. И готовы за это платить. Как я уже говорил. Высшая экономика Чевногории очень сильно зависит от своего туристического сектора. Поэтому пару слов об этой сфере. Спрос на туризм путешествий после снятия карантинных мер никак не сократится, а только возрастет. Люди устали. Им требуется отдых. Требуется стряска. И иногда требуется реабилитация. Банально. Особенно те, кто перенесли коронавирус. Туристическая отрасль выживет, но трансформируется. Более того, уже в условии карантина люди будут изучать маршруты онлайн-экскурсий, чтобы потом посетить эти места, когда появится возможность. Туристическая отрасль не исчезает. Но, возможно, туроператоры начнут продвигать новые сопутствующие услуги. А также вырастет спрос на страхование. Но уже жизнь и здоровье. Отельеры единогласно указывают на снижение заполняемости отелей в два раза, как минимум, дабы соблюсти социальную дистанцию. Это на ближайшие полтора-два года. Многие люди в цели безопасности, исходя из соображений социальной дистанции, будут отдавать предпочтение в сторону аренды апартаментов или вилл в местном секторе, где проще организовать себе питание. И сегодня актуальная дискуссия в туристической сфере идет о том, как сделать туризм более качественным. Туристические компании и их партнеры в регионах сейчас используют время для того, чтобы сделать свои предложения более экологичными. Это все со слов эксперта Института туризма и исследования курорта в Северной Европе. Ульф Сонтак. И как здесь еще раз не упомянуть об экологической Черногории. Экологичность этой страны подтверждена в Конституции. В этом году летний сезон наполовину пропустим, увы. Однако уже второй год летний туристический сезон в Черногории длится до конца октября. Есть надежда на открытие границ с соседними странами на Балканах в июне-июле. Приезд ближних соседей хоть как-то оживеет туристический сектор. Судя по новостям, к августу могут открыть и границы с ЕС. Надежда, что Балканы в качестве аффилированных с ЕС территорий вовлекут во вживление общеевропейского туризма. До пандемии три четверти самих европейцев выбирали для зарубежных поездок другие страны. Конечно, никто сегодня не скажет, какие из факторов будут более важными в определении цен на недвижимость Черногории. Можно только предполагать развитие событий. Но Черногория, пожалуй, больше других стран подпадает под категорию отдыха и проживания в экологически чистых природных условиях. То есть, находится в секторе основных жизненных потребностей человека – здоровья и безопасности жизни. У этой страны прекрасное будущее. И значит, есть все основания инвестировать в рынок недвижимости Черногории. Это все, что я хотел сказать сегодня. Жду ваших вопросов и комментариев. И здоровья нам всем, друзья! С уважением к вам и вашим проектом. Равушан Валеев. И до встречи на берегах солнечной Черногории. Чао, друзья! Продолжение следует...